Ребята, наверное, многие знают про магазин Code for Game, это совместный проект Wargaming и Сбербанка, где можно приобретать разные игровые имущества со скидкой до 99% с помощью бонусов Сбер, спасибо, там много всяких эксклюзивов, допустим, сейчас со скидкой до 99% можно приобрести и 703 вариант 2, но главное, только сегодня, только сегодня, там будут доступны большие новогодние коробки, зацените по ссылке в описании, там еще вдобавок будут задачи на x5 опыта, Поэтому зацените Code for Game, ссылка в описании Приветствую всех, друзья, у нас сегодня с вами довольно интересный танчик, редкий, не у многих он есть, потому что он выдается за глобальную карту И тут у нас статист-донатер, посмотри, и на камуфляж уже себе надонатил, и на глобальной карте танчик навоевал, и едет еще нагибать, да, попал видос, потому что настрелял очень много, судя по всему, но сейчас посмотрим, что здесь у нас произошло Это ВК-7201, ГК-шный танчик, играет у нас ПР Про... Про... Профессор Преображенский Практически с первого раза прочитал Профессор Преображенский у нас играет на кумулятивных снарядах, да, тут очень хорошая голда 350 пробоя, обычно там у тяжиков 340, 330, на этом ГК-шном танке 350, и играет он у нас, получается, смотрите, с модулем Измененная компоновка, она защищает от крита двигателя, защищает от поджогов В принципе, если ее ставить боновую и еще инструкцию, она ускоряет ремонт, что-то, по-моему, вплоть до 50%, то есть очень быстро каточек чинится В общем, полезный модуль, хороший, но я не уверен, что там он самый эффективный, допустим, на этом танке Потому что, получается, нам надо ставить компоновку, досылатель, стабилизатор Но в таком случае для модуля на хп-шке не хватает места И, как мы видим, здесь стандартные 2500, а было бы 2750, а это уже посерьезнее, да, это можно еще там пережить, танкануть и так далее Видимо, наш герой считает, что компоновка более эффективна В целом, имеет место быть, и тот, и тот модуль Желательно, конечно, их как-то совместить, но тогда не хватит места для стабилизатора Или, там, не знаю, может, для досылателя Но, в общем, не суть, важно Возвращаемся к бою, что у нас вообще здесь? Во-первых, это карта Рыбацкая Бухта Во-вторых, сетапчик прям очень хороший Ну, почти прям очень хороший Почему? Потому что два местных соперника Это Тайп-5 и Маус, это очень много хп Вон там у одного 2900, у другого 3300 И потенциально они могут достаться нам Потому что есть только одна арта, которая может у нас это воровать И также одна арта у противника, которая может по нам стрелять Если пробежаться по сетапу еще, то мы увидим, что помимо Тайпа и Мауса Здесь есть еще Тапа ГБ Здесь есть еще Тартос, довольно мясной танчик Был Кейр Нарвон, но он что-то быстро отлетел Есть еще и Миль То есть тяжиков вполне достаточно Тяжики мясные Единственное, что мне кажется, что у нашего героя будут проблемы со снарядами Потому что он выстрелил уже несколько кумулей У него их осталось 9 штук И дальше придется играть с ББшками с 246 пробитием 246 будет очень сложно играть Если, допустим, какой-нибудь Маус или Тайп-5 к тому времени Когда у нас закончатся кумули Выживет Кстати, Тартос у них вообще, по-моему, по тому флангу решил пушить Давайте еще немного поговорим про танчик Чем он отличается Какие у него особенности Помимо вот этой вот пушки Ну, пушки, по сути, Е100 Ган С Альфой 750 С хорошим пробитием Какие еще у нас Ну и с плохим пробитием ББшным Какие еще у нас особенности У нас особенности в бронировании корпуса И строении корпуса в целом То есть нам не особо удобно именно танковать бортом Потому что у нас есть вот этот вот подбашенный Не знаю, как это называется Погон, круг Ну, короче, вот эта вот башня Вот этот цилиндр, в который постоянно залетает Но зато у нас есть очень-очень крепкая НЛДшечка Очень крепкая НЛДшечка В которую Давайте сейчас наш герой выстрелил В которую нас, по-моему, только что Тайп-5 и пробил Кучи мешают Ну, судя по всему, да Тайп-5 пробил ББшкой Причем базовый, не голдовый Тут, скорее всего, ему повезло с пробитием Потому что Ну, НЛДшечка ВК-7201 Когда он рамбует слегка Там очень много приведенки И пробить ее почти нереально Очень грамотно стреляет То есть выцеливает Не торопится Потому что цена каждого выстрела довольно высока Здесь Тайп-5 снова нас выцеливает Я бы чуть-чуть побольше крутил Тут вот надо именно вертеться и крутиться На данном танке Сейчас Тайп-5 у нас уже закономерно не пробивает В принципе, и первую не особо должен был пробивать И здесь находим тапочка 900 хпшного Даем ему урон Спокойно вытанковываем И тут Тайп что-то тоже по нам пытается Надо вертеться, надо вертеться Наш герой именно это и делает И Тайп-5 стреляет Ну, видимо, выцеливал цилиндр нам этот И стреляет в гусеницу Не наносит урона Нам придется добивать 100 хп И далее играться уже с Тайпом Вот здесь вот надо просто выставить НЛДху Под большим углом Да, вот примерно вот так вот надо делать Примерно так И ждать, пока Тайп отстреляется Ну, рано На самом деле, реально рано докрутил То есть в плане танкования Есть ошибочки В плане вот стрельбы сейчас тоже Поторопился Я его только хвалил-хвалил Хвалил-хвалил А он здесь уже совершил только что две ошибочки Довольно грубых Видно, куда Тайп выцеливает Видно, что он целит НЛД И в принципе, что предыдущий выстрел Мы не должны ловить Что пробивать его должны были Раньше слегка поторопились Поспешишь, людей насмешишь Поспешишь Дамаг с Тайпа Меньше настреляешь Здесь наш герой очень хочет Пантерку, видимо Но пришлось добивать Тайпа Потому что Пантера перестала под нас подставляться И судя по всему Она хочет умереть от наших союзников Наш герой специально вот едет именно с этой стороны Потому что иначе она бы от него уехала Но Отлично получается Пантерка все-таки под нас То есть, если бы мы поехали на нее прямо Она бы просто бежала от нас А так Поехал и с четвертой на нее И она уже бежала от него под нас 7 тысяч урон настреляли И казалось бы А что здесь еще делать Теперь вот бой Уже из разряда тех Которые нам не особо приятны Потому что из танчиков Которые нам нравятся Остались только Тортоис Может быть Да Там по нему можно накидать И Собственно все И то Тортоис Даже тоже уже Тортоис нам уже тоже не очень нравится Знаете почему? А потому что голдовые снаряды закончились Голдовые снаряды закончились И нам надо выцеливать командирку Тортоиса Которую еще не так просто пробить У нас остается 1200 хп Из-за двух пробитий Тайпа Первое, ладно, там может повезло Но второе было явной ошибочкой А может быть сейчас придется тащить Потому что счет 9-11 У нас по сути есть только Вафля И есть ИС-4 Который поехал Агегей Не знаю куда Убивать Арту Наверное Хотя здесь Очевидно надо там Дефить каким-то образом Но ИС-4 нет Ему все по барабину Он поехал в атаку Здесь надо надеяться Что Вафля что-то сейчас высветит Что к ней кто-то поедет И нам удастся прострелить Но проблема данного танчика Также в скорости полета снарядов Здесь всего 750 метров Кумулятивами еще меньше ББшками хотя бы 750 есть Фугасиками также 750 Вот И на каких-то дистанциях С этой пушки Она не очень точная И снаряды долго летят И здесь довольно сложно Это все выцеливать Там попадать, пробивать К счастью здесь Очень-очень хорошо Что ошибается Ксор Вафля у нас стояла Очень хреново То есть она вообще Не чекала к себе подъезды И в итоге Тортоис вообще В упоре засветился Перед ней Ну Наши ожидания Я думаю были такие Что Ой-ой-ой Здесь опять Ошибаемся Ошибаемся Видно что Тортоис Повернулся бортом Можно было его Можно было свестись Убить А ну вот даже Наш герой даже в чат Там написал Что Сам дурак Да То есть поторопился На ВК Все-таки такие Такие В такие моменты Торопиться нельзя Нам повезло С Ксором То что мы его отстреляли Но У нас умерла Вафля Последний наш Светляк И что теперь делать Теперь приходится Светить самому Выезжаем в кустике Засвечиваем Тортоиза А что делать У нас ББшки У нас ББшки Тортоиз едет Полубортом И все Все Никак не можем Его пробить То есть да Для нас Теперь Тортоиз Тоже опасный соперник Довольно много ББшек заряжено То есть вот даже сейчас Ну с учетом того Что главный герой Прям сходу Заряжает кумулятивы Тогда их стоит Заряжать побольше Раз ты все равно ББшками ты не стреляешь Вот сейчас попал в топ Да Но все равно пришлось Стрелять кумулями Поэтому уже можно было Больше их зарядить И сейчас бы этот бой Тащить было намного проще А так мы остаемся Один в пять Ой у противников Еще Тортоиз Тысячу хп То есть два выстрела Наш из четыре Не убил арту Получается очень грустно Что она по нам будет стрелять Здесь еще Удас Тоже на два выстрела То есть очень много противников Ну как минимум Два противника на два выстрела Есть еще Батчат Который в самый неподходящий момент Может приехать Есть еще арта Опа Батчат светится Надо Батчата убивать Надо Батчата убивать Наш герой Такое ощущение Что не знаю Почему он все таки Решает стрелять По Удасу Тут гораздо приоритетнее Было убить Батчата Пока он светится Пока он разряжает По нам Понимая Понимая что это Сложнее немножко сделать Но а что А что поделать Надо было именно Батчата убивать И С выстрелом Тоже немножко Неправильно делая Тоже Чуть ниже целился Чем нужно То есть если бы мы Убили сейчас Батчата Что нам сделать Этот Тудас Он еще вообще по моему Стоковый был Судя по его орудию Там было видно Как будто стоковая Здесь чудом Засвечиваем арту Артовод Поторопился И вместо того Чтобы проехать По низине Проехал поверху Подставляется под нас И вот это вот Очень хорошо Здесь вы свечиваем Батчата Надо срочно выходить Надо не давать ему Отсвечиваться Не давать ему закачивать По любому Надо его оцелить И отлично Получается Добрать К этому времени Уже к нам приехал Тортоис Тортоис ставит нас На каток И держит Потому что у него Стоковое орудие У нас Ремка еще 20 секунд Но мы успеваем Успеваем За счет Вот этой вот Как раз за счет Этого модуля Успеваем починиться Добиваем Эмиля Которая тоже вовремя Подъезжает И осталось теперь Убить Тортоиса Стокового Тортоиса Который в принципе Никакой угрозы Нам не представляет Если мы под него Не подставляемся Катком А наш герой Сейчас именно Катком и подставился То есть на месте На месте героя Я бы сейчас играл Немножечко по другому Мы встаем Просто в лоб Лоб в лоб И в таком случае Тортоис нам Ничего сделать не может У него стоковое орудие Что ББшками Что голдой Он бы нам Ничего не сделал Но Наш герой Чуть более опасный Путь выбирает Ой-ой-ой А Тут фугас заряжает Тут фугас Тут все грамотно Ладно Я даже Не успел этого заметить Были ошибочки Была нервозность Какая-то По Тортоису Мог до этого давать Надо было сначала Убивать Батчата Потому что Если бы Батчат Был чуть-чуть разумнее Он бы сейчас Просто дождался Пока приедет Тортоис И просто из кустов Там из города Неважно откуда Приехал бы Там выставился Из-за дома И просто бы нас забрал То есть важно было Именно выцеливать Батчата Это была грубая ошибка Но к счастью Нам повезло Что Батчат Тоже оказался Русским ликвидатором И как бы Эгегей Поехал Упарваться В любом случае Поздравляю героя Данного боя С таким Боем Тавтология Так и прет Колобосика Зафармил Но давай смотреть Результаты в целом По результатам Это у нас Мастер Колобанов Редли Уолтер Стальная стена С на калибр Войн 9 фрагов Сделали 10700 Настреляли 6000 Натанковали Было Ну присутствовало Много везения Допустим Тот же артовод Хреново отыграл Зачем-то Поверху проехал И мы его чудом Высветили Тот же Батчат Который мог умирать Да, были моменты Которые не очень хорошие Но в целом Тоже Важно Что Старался А, ну еще Были ошибочки В плане немножко Танкования И выцеливания Но главное Что старался Да, грамотно Отыгрывал Грамотно вернулся В целом Всегда будут Какие-то вот такие Небольшие Мелкие ошибочки Я их озвучиваю В этих видео Не для того Чтобы сказать А, вот Как там игрок Плохо отыграл Нет Я озвучиваю это для того Чтобы все понимали Как бы хорошо ты не отыграл Как бы хорошо тебе не сложилось Всегда можно отыграть лучше То есть если я буду Обозревать какие-то Свои бои Там тоже можно Все эти моменты Подмечать Где я там Неправильно выстрелил Немножко не туда поехал Немножко не довернул Не так танканул И прочее Прочее Я это говорю Для того Чтобы вы Мои зрители дорогие Учились На этих боях И в том числе Может быть Главный герой Тоже это видео Посмотрит И тоже для себя Может что-то полезное Подметит В целом Бой довольно интересный Колобосик Ставьте лайк Что тут можно сказать Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Увидимся в следующих В следующих стримах Желаю вам Побольше нагибучих боев Всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok